Прилагаю всем подняться Каждый день на устах моих Это сладкое имя Иисус Я не знаю имен другим Лишь его я превосношу Мое сердце поет о нем А Спаситель едино мое Только Он мне дает покой Его имен всегда со мной Всегда со мной Я буду славить Господа Триста Я буду công висеть воли ва Я буду пятиду Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Триста Я буду công висеть воли ва Я буду пятиду Аллилуйя Аллилуйя И когда солнце свет дарит Согревая всю землю тейплот В моем сердце опять свечит Иисусу Царю взялось Царю взялось Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Аллилуйя Благословите друг друга именем Божьим Поприветствуйте Скажите, я рад тебя видеть сегодня в этом Малин фест Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Слава Иисусу Христу! Добрый вечер, молодежь! Сегодня нам служит сборная команда Николаевской области Слава Иисусу Христу! Музыканты, хор, сборная Николаева и компания Мы благодарим Бога Сегодня Господь, я верю, уже обильно нас благословил словом Благодарим Бога за Лео, да, молодежь? И верим еще сегодня Господь Он приготовил свое слово Хлеб, необходимый для нашей души И я хотел бы один текст из Божьего Слова И призвать нас к молитве Попросить, чтобы Бог нас благословил Иисус Христос, смотря на Петра Говорит Симон Ионин Любишь ли ты меня? Я верю так Я бы хотел, чтобы мы начали это служение Вот с этого вопроса, очень серьезного Бог называет тебе по имени Сергей, Александр, Наташа, Света Где ты там находишься? Может быть, ты слышишь там в палате Любишь ли ты меня? И я понимаю, когда исследую этот текст Там не связано Готова ли ты проявлять эмоции ради меня? Я тоже эмоциональный человек Но смотря на игру слов там греческих Филио, Агапе Я понимаю, что Иисус спрашивает Неужели ты меня, Петр, Филио? Так, по-дружески И Петр говорит Иисус, знай я прошлое Ну ты знаешь, я так, Филио Неужели ты для меня, Филио? И третий раз Петр говорит Иисус, ты знаешь, я тебе Агапе И я понимаю, что это связано Иисус ожидает от нас жертвенной жизни И вы знаете, нам необходимо Своей жизнью доказывать Что мы любим Иисуса Христа Одна история очень коротенькая Джон Аквари Марафонец, ЮАР 1950 какой-то год Марафон И в начале марафона он упал Споткнулся Повредил ногу Прибегали там Первое, второе, третье место И уже два часа Как марафон закончился Когда журналисты поворачиваются Бежит человек или хромает С окровавленной ногой И все камеры были на него Спрашивают Почему вы в начале упали И не сошли с дистанции? И он говорит Моя страна Послала меня не для того Чтобы я стартовал А для того, чтобы финишировал Любишь ли ты меня? Мы пацанами в детстве Так очень часто говорили Там гордились друг перед другом Я говорил, что я в бассейн Два раза под водой переплываю И мне хлопцы говорят Чем докажешь? Или там на черешню ходили На дело, знаете Я говорил Там полный пазуха Черешни Чем докажешь? Сегодня я этот вопрос обращаю к тебе Чем докажешь? Что ты любишь Иисуса? Кто-то скажет А почему мы должны доказывать? Библия говорит Мудрый ли кто из вас? Докажи это на самом деле Добрым поведением и мудрой кротостью Также апостол Павел в послании к римлянам Говорит Бог свою любовь доказал Что Он отдал Сына Своего Он отдал Иисуса Ради нашего спасения Слава Ему Любишь ли ты Иисуса? Если я люблю пиццу Я что-то сделаю Я куплю ее Я приобрету И Иисус спрашивает тебя сегодня Любишь ли ты меня? Готов ли на жертву Давайте мы попросим Божьего благословения Давайте мы помолимся Чтобы у нас был ответ на этот вопрос Чтобы мы сказали Иисус Мы не просто филио Мы не просто приехали потусоваться Мы по-настоящему Мы всерьез Мы тебе агаты Да прославиться Его имя в нашей жизни Помолимся Слава тебе Иисус Аллилуйя Мы так благодарны тебе Отец Мы так благодарны За Сына твоего Иисуса Христа Мы так благодарим тебя За Малинфест Мы так благодарны тебе, Господь За все твои милости За то, что Ты доказал свою любовь ко всем нам Боже, сколько подвигов Сколько различных действий в нашей жизни Но ты сегодня как-то по-особому Спрашиваешь Называй нас по имени Любишь ли ты меня? Господь, мы по-настоящему Желаем славе Твое святое имя Мы по-настоящему Желаем поклоняться Мы по-настоящему Господь Желаем Агапе Прославлять тебя, Господь Когда мы поем Когда молимся Когда мы служим Различными дарами Даже сегодня Позволь нам Агапе Нашим сердцем Нашими ушами Быть внимательными К тому, что ты Приготовил У тебя есть ответ У тебя есть выход Господи Божий Потому что Ты посещаешь Каждого из нас Мы приглашаем тебя Благослови Все это вечернее служение Всех спикеров Молодежь Благослови Пение наше Хвалу Пусть по-настоящему Поет наша душа А наш ответ Он будет Приятен тебе Вся слава тебе Аминь Слава Иисусу Христу Сегодня вечером Мы прославляем имя Божие Пастор только что сказал Чем докажешь? Каждый Задай себе вопрос Любим ли мы Иисуса Христа? Мы говорим Мы любим Но хвала Она разрушает Всякую преграду Всякое стеснение Всякие обстоятельства Они тают Перед именем Иисуса Христа Давайте сегодня Открываем свое сердце Не смотрим ни на кого Но просто говорим Господь Я жажду Тебя Господь Я ищу Тебя Однажды стоял По прославлении в церкви Я уже просматривал Потом запись Что я говорил? Я говорил Господь наполни меня Ты любишь меня Но готов ли я это принять? Готов ли я принять То что Бог Он приготовил для каждого из нас? Я верю что сегодня Где Бог Он приготовил И Он достойный хвалы Готов ли я? Готово 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 Великий Бог Великий Бог В Твоем присутствии хотим Великий Бог И протираем Руку наши в небесах Мы жаждем Великий Бог В остал печаль в наших сердцах Тебя превосносим, поклоняемся Тебе, мы превосносим, поклоняемся Тебе, мы превосносим, славен Тебе, мы превосносим, славен имя Твоё Господь, мы превосносим, славен имя Тебе, мы превосносим, Своей великой жертвой вдав на бывший нас О-о-о, мы жаждем Великий Бог Постав печать наших сердца трудной своей Хочем напиться живой воды твоей О-о-о, мы жаждем Мы жаждем тебя Мы превосносим, поклоняемся тебе Мы превосносим, поклоняемся тебе Мы превосносим, славим имя твое Господь Мы превосносим, поклоняемся тебе Мы превосносим, поклоняемся тебе Мы превосносим, славим имя твое Господь Мы превосносим, поклоняемся тебе Мы превосносим тебя Мы превосносим, поклоняемся тебе Девушки отдыхают Превозносим 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 Мы небо сносим тебя, небо сносит тебя. Вся долина, что мы небо сносим тебя. Мы небо сносим тебя, небо сносит тебя. Святой, Господь, Бог. Мы могли, Господь, отвезти нас от хвалы Твоей, Иисус, Господь, от того, чтобы превозносить Твое святое имя, Господь, Бог наш. Мы сейчас на этом месте, Господь, и мы хотим славить Тебя, Господь. Мы хотим превозносить Твое святое имя, Бог наш, Господь. И как ангелы на небе, они взывают свят, свят Господь, совов, Господь. Так помоги и нам в Духе Божьем, в Духе восклицать хвалу Тебе, Господь, Бог наш. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь, Бог наш. Слава тебе, Бог наш! 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 Dzхяков! Закон победим! вот такой молодежный съезд. И вы знаете, сегодня у меня очень легкая для меня миссия. Я хочу призвать нас всех, каждого, пожертвовать сегодня какие-то финансы, но написано, доброохотно, с добрым расположением сердца, для того, чтобы благословить организаторов этих съездов, организаторов этого съезда. Мы на многие цели, на многие нужды мы жертвуем. Но, дорогие мои, поверьте, это очень важно сеять, чтобы твой посев был сеянем в жизни тех служителей, которые трудятся для того, чтобы нам принести благословение. Я верю, что многие здесь получают благословение. Я знаю, что многие каются, я знаю, что многие освобождаются, многие исцеляются, многие просто вооружаются Богом с неба, для того, чтобы дальше жить благочестивой жизнью и служить Богу. И знаете, здесь конкретно сказано, я читаю, еще раз повторю, дающий же семя сеющему, то есть Бог. И хлеб пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плод правды нашей. И обратите внимание, что делает то семя, которое мы сеем, в правильную почву, в правильное время, в правильном направлении, чтобы это принесло благословение тем, которые имеют нужду, а они, в свою очередь, будут прославлять Бога. То, что сделаю я сегодня, я принесет благодарность всемогущему Богу. Я верю, что многие из нас, я желал бы, чтобы все желали, чтобы наши действия, они вызывали благодарность Богу. Аминь. Давайте сегодня постараемся пожертвовать. Знаете, возможно, это даже не сильно большая жертва будет. Я смотрю здесь так много в последнее время, ну, разных кафешек, разных таких вот, куда очереди всегда стоят. И как-то мы находим эти финансы для того, чтобы прокормить себя, мы заботимся о себе. А если хотя бы, ну, исключить что-нибудь из 10 дней на каждый день, хоть по кофе, либо латте оставить, либо шашлык, либо еще что-нибудь, а вот это взять и посеять. Ну, те, которые продают, на меня уже обиделись. Все, я понял. Дорогие мои, давайте это сделаем. Давайте благословим наших братьев, которые действительно много трудятся. И чтобы этот посев, это было благословением. И это принесет нам же благословение. Потому что то, что мы сеем, написано, оно поддаст обилие посеянному вами. То есть это не бесполезная трата финансов. Это обязательно принесет нам благословение. Я слышал один пример, я заканчиваю. Я бы мог так сделать, но я так делать не буду. Когда одного попросили, чтобы он сделал, ну, как бы сказал слово перед сбором добройных пожертвований, то он сказал, я попрошу вас, обменяйтесь соседом кошельками. А потом говорит, сколько бы ты хотел пожертвовать, возьми с этого кошелька и пожертвуй. Я так не буду делать. Пусть это будет доброходно, пусть это будет благословенно, чтобы оно принесло нам же самим благословение. Аминь. Встанем для молитвы. Благословенный и святой Бог. Боже, мы благодарны Тебе, что в этом мире мы имеем так много ценностей. И финансы – это не самая большая ценность. Мы так благодарим Тебя, что самая большая драгоценность нашей жизни – это Ты, наш Господь и наш Спаситель. И мы так благодарны Тебе, что однажды Ты нашел нас в этом мире. Ты заплатил огромную цену. Ты пролил Твою святую драгоценную кровь. И мы так благодарны Тебе, что Ты показал пример служения, оставил славу неба и пришел на эту землю. И сегодня мы благодарим Тебя, что Ты перевел нас из царства тьмы в царство света. И мы так благодарны Тебе за эти молодежные съезды. Мы так благодарны Тебе, Боже, что тысячи молодых людей могут здесь вооружаться от Тебя, могут получать благословения, могут отвечать на Твой призыв, могут служить Тебе, Боже. И мы благодарны Тебе за тех людей, которые все это организовывают, которые так много времени и сил своих тратят на то, чтобы здесь был порядок и все организовано. Мы благодарны Тебе за этих людей. И мы их благословляем, Боже. Мы благословляем от всего сердца. И мы желаем, чтобы действительно это было не только нашими словами, не только благословение из наших уст. Боже, но практически, реально, действенно мы хотим их благословить. И мы верим, что посеяно нами, Боже, оно принесет обильный плод нашей праведности. Благодарим Тебя и благословляем. Тебе вся слава, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто-то неслышно идёт, Кто-то незвимо парит, Это пришёл мой Господь Сердце моим, говори. Чудные мысли, слова В сердце, как песня звучат И раздаётся хвала Пусть мне уже не сдержать. Я на веке его Стал я воду рады Я на веке его Запечатлён Духом Святым Тройцей запечатлён Символом вечным креста И я искупен прощён Кровью Иисуса Христа Я на веке его Я на веке его Стал я воду рады Я на веке его Запечатлён Духом Святым Я на веке его Я на веке его Стал я воду рады Я на веке его Запечатлён Духом Святым Я на веке его Поварищủ Рам Храм в моем сердце создав Бог всемогущий благом. И мне святитель слава, что я из неба Его. Я навеки Его, стал я Богу родным. Я навеки Его, запечатлен в другом святым. Я навеки Его, запечатлен в другом святым. Иисус Христос говорит нам такие слова, что вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога в сердцах ваших и душах ваших, которые чьи? Которые чьи? Божьи. Мы еще будем прославлять имя Божие. Сердце поклонника Богом ищет. И время уже настало, и это время оно здесь. Каждый день вокруг себя я вижу. Твоем величье и любовь во всем. И нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка в книге то, что пишет Бог. Бог, великий и святой, При тобой склонится все. Из вековек ты управляешь. Небо, мы землей, владыка Бог. Смиси, будь со мной. С тобой иду по жизни на тропинке. Я восхищаюсь милостью твоей. И хоть я станик в этой жизни пленать, Ты дорожишь мной и хранишь во всем. Бог, великий и святой, При тобой склонится все. Из вековек ты управляешь. Из вековек ты управляешь. Небо, мы землей, владыка Бог. Смиси, будь со мной. Бог, великий и святой, При тобой склонится все. Из вековек ты управляешь. Из вековек ты управляешь. Небо, мы землей, владыка Бог. Смиси, будь со мной. Бог, великий и святой, Бог великий и святой, При Тобой склонится все. Из века вверх Ты управляешь Небо мы землей, Владыка Бог, Скинься, будь со мной. Бог великий и святой, При Тобой склонится все. Из века вверх Ты управляешь Небо мы землей, Владыка Бог, Скинься, будь со мной мой Бог. Бог великий и святой, При Тобой склонится все. Из века вверх Ты управляешь Небо мы землей, Владыка Бог, Скинься, будь со мной. Скинься, будь со мной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Можете занять Ваши места? Пожалуйста, братья из Кореи, буду служить для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Я уверен в том, что для Бога нашего Эта хвала была по душе, была по сердцу Божьему. Я корейец. И американец. Я приехал к Вам из солнечной Калифорнии, из города Сан-Хосе. И там находясь в Сан-Хосе, я услышал новость о том, что собирается в Малине такая большая аудитория, столько много молодежи. И у меня появилось сердце желание с Вами встретиться. Я сегодня на нашем собране вечернем вспомнил себя в 14 лет. Я тоже, как Вы, я иду в сутки в сутки в Сан-Хосе, и праздник, и праздник. И, подобно Вам, я каждый год летом ездил в христианские лагеря, и там у нас были вечерние служения, молитвы, прославления. И в 14 лет я молился, и мое сердце переполнилось настолько Божьей благодатью, что я посвятил свою жизнь на служение Богу и сказал, Господь, я буду служить, буду пастором. И для меня была Божья воля в том, чтобы я стал пастором. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с Вами тоже различали волю Божью, чтобы мы познавали волю Божью. в христианской жизни у нас есть одно переживание. 그것은 내가 변하지 않는 겁니다. переживание по поводу того, что я не меняюсь. 옛날 사도 Пауль 자신이 그렇게 변하지 않는 것에 고민이 많았습니다. И первая церковь, апостол Паул, он тоже был переполнен такого рода переживаниями. 그래서 Рома со 7, 23, 25절까지 이렇게 고백을 합니다. И поэтому в послании Кримлином 7 главе, 23 стиха по 25 мы можем читать такие слова. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим! Друзья мои, у вас нет таких переживаний? Почему я не меняюсь? Один пастор рассказал такой случай в своей жизни. Один пастор рассказал такой случай в своей жизни. Он однажды вечером почувствовал что-то нехорошо себя... и сел в машину и поехал в аптеку. И купив лекарства, он возвращался домой. И когда он ехал по дороге, он увидел, что за ним следует... ну его машину преследует машина полицейского, патрульная машина. и он доехал до своего дома. И уже открыл дверь для того, чтобы выйти из машины. 그랬더니 경찰이 와서 «차에서 내리지 말고 기다리라고» и ему полицейский крикнул «Не выходите из машины оставайтесь на своем месте». И тогда пастор подумал «Наверное, я превысил скорость» и из-за этого за мной гналась эта машина. 사실 이 목사님은 운전하는 습관에 문제가 있었습니다. Вообще у него в его стиле вождения, привычки вождения была проблема. Немного 빨리 운전하고 그래서 사모님도 걱정하고 또 교인들도 걱정을 했습니다. Он очень быстро водил автомобиль и его супруга переживала, вся церковь переживала. И однажды он заплатил штраф за превышение скорости. 경찰이 다가와서 운전면허증, 보험증, 그리고 자동차 등록증 을 달라고 했습니다. И подходит полицейский говорит «Дайте мне свои права, техпаспорт и страховку». 목사님은 «Н�가 무엇을 잘못했습니까?» 물었습니다. И пастор задает вопрос «А в чем проблема?» собственно говоря «Что я нарушил?» может быть что-то?» 그러자 젊은 경찰가는 씨익 웃으면서 정말 몰라서 묻는 거냐고 물었습니다. И молодой полицейский так улыбаясь ему снисходительно говорит «Ты действительно не понимаешь что ты нарушил?» 그러자 목사님은 «당신이 내가 잘못했다고 생각하는 게 무언지를 알려달라고 했습니다». 그러니까 경찰이 속도 위반과 정지 신호 위반 이라고 했습니다. 그리고 경찰이 계속 묻습니다. и задает уже полицейский вопрос 혹시 이밤중에 그렇게 빨리 운전해야 될 특별한 이유가 있었냐? 그렇게 묻습니다. задает вопрос «Была ли какая-то особенная причина тебе так летать на машине?» «내 속이 굉장히 불편했고 너무 늦어서 빨리 집에 가고 싶었다» 그렇게 얘기했습니다. и он говорит «Я вообще выехал за лекарством потому что у меня что-то с желудком не в порядке поэтому мне нужно было быстрее вернуться домой чтобы принять это лекарство». 그러자 경찰이 알았다 그러고서 경찰 차로 돌아갔습니다. 경찰이 조금 있다가 다시 이 목사님 에게 왔습니다. 그리고 물었습니다. 직업이 뭡니까? ваша профессия. 목사님은 순간 당황했습니다. 정직하게 얘기했죠 그래서 «나는 목사입니다» 라고 대답했습니다. надо отвечать честно «Я пастор церкви» 경찰이 빙гощ이 웃으면서 또 물었습니다. и продолжая улыбаться полицейский задает следующий вопрос «최근 5년간 비슷한 일로 경찰에 잡힌 적이 있느냐» 물었습니다. «за последние 5 лет были ли подобного рода случаи вашей жизни?» «비슷한 일이 뭡니까?» 라고 물었습니다. «подобного рода случаи это что вашем понимании?» «신호 위반이나 속도 위반 등으로 잡힌 적이 있냐» 다시 물었습니다. «вас штрафовали или останавливали за превышение скорости или за непослушание сигнал полицейского»? 생각해보니까 두세 번 있었습니다. «вспомнил два-три раза было где-то» «예 속도 위반도 했고 정지 신호 위반도 했습니다» 라고 대답 했습니다. «Да действительно вы нарушали скорость несколько раз вас останавливали» 그때 경찰이 이런 말을 해줬습니다. 경찰에서 당신에게 티켓을 발부하는 이유는 당신의 운전 습관 의 변화를 요구하는 겁니다. «вам выдавали штраф за превышение скорости потому что просили вас изменить стиль вашего вождения». «근데 당신은 최근 5년간 두세 번의 티켓을 받았음에도 불구하고 변하지 않았습니다». «но несмотря на то что у вас за один год только было два таких нарушения вы все таки не поменяли стиль своего вождения». «пастор вы же тот человек который просит других измениться требует перемена других». «почему же вы не меняетесь? «пастору эти слова были как обухом по голове». 경찰 계속 얘기 했습니다». «последний полицейский 당신 의 차를 조회 했을 때 당신 목사 이 차 가 교회 에 속 했다는 것을 알았습니다. «когда вы остановились я проверил ваши документы я уже знал что вы пастор и что эта машина принадлежит вашей церкви». «дан 당신 다행히 나 솔직하게 얘기 했으니까 경고 짱만 주겠습니다». «и так вы честно ответили 운전 습관 변화 해야 됩니다». «просю вас задумайтесь над вашим стилем вождения и изменитесь». «дан 당신 변화 하지 않으면 이것 때문에 앞으로 큰 문제가 생길 겁니다». «이 목사 님 이 말을 듣고 한참 그 자리에 있었습니다. «пастор приняв все эти документы некотор время находился в машине размышляя обо всем произошедшем». «бог через этого полицейского сказал свое слово пастору». «кришчан 으로 보이는 경찰관 을 통해서 왜 너는 변하지 않니?» 그런 메시지를 보낸 겁니다. «почему ты не меняешься как христианин и не меняешь свою жизнь? Даже полицейский тебе об этом говорит». «друзья мои сегодня Бог к нам задает тот же самый вопрос «почему ты не меняешься?» «почему ты меняешься?» «проблема перемены жизни, перемены привычек это проблема не относится только к людям таким очень злостным преступникам». «하나님 믿는 신앙 의 중심 에 들어와 있는 사람 에게도 똑같이 주시는 말씀 это тот же самый вопрос Бог задает всем своим детям всем верующим людям 신앙 변 вне зависимости от того как долго человек уже живет с Господом проблема перемены своей жизни перемена образа жизни мыслей она всегда остается для всех одной и той же проблемой «как нам избавиться от этого греха который прилепился знаете как костному мозгу нашему прилип и не хочет оттуда убраться возможно ли вообще избавиться от греха «как бы я ни пытался как бы я своими силами ни старался я вижу что раз за разом какие-то неизмененные части моей жизни мысли они все равно еще есть во мне и моими усилиями я чувствую что это невозможно и поэтому апостол Павел написал все слова которые мы с вами прочитали бедные человек кто избавит меня от всего тела смерти но очень важно нам помнить что Павел не закончил только лишь на воздыханиях по поводу своей неспособности справиться с грехом своей силы я не могу избавиться от греховных привычек но силы Иисуса Христа это возможно потому что Иисус победил грех и поэтому 25 стихе мы с вами читаем следующие слова благодарю Бога моего Иисус Христом Господом нашим я благодарю Бога через Иисуса Христа своей силой я не могу избавиться от греховных привычек но благодаря неизменной Божьей силе я могу преодолеть все греховные привычки и наклонности в послании к филиппийцам 4.13 написано все могу выкрепляющим меня Иисус Христе это не значит что если я буду очень-очень сильно стараться то у меня все получится написано все могу выкрепляющим меня выкрепляющим меня Иисус Христе я все могу это и Мага 10.27 И в Евангелии от Марка 10.12 также об этом пишется для для человека это невозможно но Богу все возможно написано там как вы считаете можем ли мы силой Иисуса Христа избавиться от повторяющихся вот этих греховных наклонностей наших задайте сами себе искренне этот вопрос будьте откровенны сами с собой задайте себе вопрос могу ли я с собой с той греховной наклонностью которая есть в моей жизни 많은 분들이 «на는 못해» 라고 대답 할 겁니다 и многие положат у кюна сердце говорят «я нет не смогу» 왜냐하면 한두 번 시도한 게 아니기 때문 입니다 потому что я ни раз и ни два пробовал завязать с этим 이 문제 때문에 수없이 기도도 해보고 수많и 눈물도 흘려봤습니다 я столько молился постился плакал о том чтобы решился этот вопрос 그래도 나 자신의 과거 의 모습으로 다시 돌아가는 그런 모습 을 보고 너무나 절망 я разочаровывался сам в себе и сам себе был противен от того что я возвращался к прежнему образу жизни или мыслям или каким-то вещам могу ли я справиться с этими привычками нам нужно правильно понимать это если я не могу с этим справиться это не означает что Богу это невозможно если я не сдамся Бог не откажется Бог никогда не сдастся 내가 중간에 포기하기 때문에 고쳐지지 않는 겁니다 я в процессе борьбы с грехом я сдаюсь и поэтому я все время разочаровываюсь Бог во мне не отказался от меня Он от меня Он не сдался в борьбе за меня Он всегда дает мне шанс и мне достаточно подняться снова вместе с Господом если я упал споткнулся мне достаточно подняться и продолжить путь и в Божье время Его благодать сработает моей жизни и с Божье милостью и благодатью я смогу справиться с проблемой и грехом моей жизни Матэбогом 18 мы читаем о том как нам относиться к обидчику к вопросу прощения Бедуру и Петр задает вопрос Иисусу сколько раз меня простить тому кто меня обидел это же не вопрос который только Петр задает это тот же самый вопрос мы с вами задаем сколько раз мне этого простить потому люди что-то нехорошее делают они это делают не раз не два 계속해서 반복해서 나에게 잘못 하는데 내가 몇 번 까지 용서 해줘 и или же пять раз и если вы пять раз кому-то простили одному и тому же человеку вы по-настоящему великодушный человек вы по-настоящему терпеливый христианин но сколько раз Иисус сказал прощать 70 раз по-7 прощай другими словами прощай бесконечно и мы должны через это прощение понять что-то относительно своей жизни Бог нам дает бесконечное прощение Он нам дает безграничное прощение Иисус говорит если Бог тебя прощает безграничное можешь ли ты с этим сердцем Божьим прощать и других людей так же как Бог тебя простил не не прощать это относится ко мне значит Бог меня тоже прощать не будет где говорится о том что если вы не простите то и вам не простится это в молитве Господне Иисус объясняет об этом прости нам грехи наши как и мы прощаем должникам нашим и мы должны запомнить и постоянно повторять эти слова Господь я не могу прощать других людей Господь но ты же Бог меня прости 이런 말이 아닙니다 это не об этом говорит Иисус это говорит о том что Господь как ты меня простил я прощаю этого человека с что вы считаете что вам достаточно кого-то простить всего лишь три раза это означает что вы готовы к тому что Бог вас будет прощать всего лишь три раза 나는 7 번까지만 용서해 주겠다 그런 사람은 하나님의 여러분도 딱 7 번까지만 용서해 줄 겁니다 и если вы прощаете кого-то 7 раз это значит что вы готовы к Божьему прощению всего лишь 7 раз 이렇게 내가 용서하는 것과 하나님이 나를 용서해 주는 것은 서로 연결되어 있습니다 мое прощение напрямую связано с Божьим прощением 여러분은 얼마나 똑같은 죄를 반복합니까 друзья мои как часто вы повторяете один и тот же грех 나는 3 번까지만 죄를 지고 그 다음엔 딱 끊어서 죄 안 지어 그런 사람이 있습니까 есть ли среди нас такой человек который только три раза одинаковым грехом согрешил и больше уже не грешит 대개는 그렇지 않습니다 большинстве случаев 계속 반복합니다 все люди раз и разом повторяют одну и ту же ошибку 그러면서도 주님께로 나와서 계속 용서를 구하고 그러면 하나님께서 계속 용서해 주십니다 и мы приходим к Богу и говорим Господь я снова согрешил я прошу тебя прости меня 그런데 만약 내가 하나님께 나기가 너무 미안할 수가 있습니다 и бывает что тебе даже сделать шаг навстречу Богу настолько неудобно ты чувствуешь что это все уже дальше некуда 하나님께 가는 게 너무나 미안해 가지고 그래서 기도하는 것을 멈춥니다 и некоторые люди просто заканчивают молиться об этом 그러면 하나님도 용서를 해주실 수 없습니다 и Бог тех людей которые не просит прощения Он не будет прощать 하나님 하나님 언제나 두 팔 벌리고 우리를 받아 주시고 용서 해주시려고 하는데 우리가 용서 해달라는 기도 안 하면 하나님도 용서를 못 해주십니다 наш Господь Он свои объятия широко распростер для того чтобы принять нас для того чтобы простить нас когда мы просим о прощении но если мы заканчиваем просить его о прощении он не может нас простить и это влияет на нашу жизнь таким образом что мы постепенно завязаем грехе что мы должны делать когда одно и то же повторяется в нашей жизни раз за разом нужно ли нам остановиться в этой молитве исповедания покаяния пред Богом конечно же нет наоборот мы должны продолжать пред Богом молиться Ему каяться пред Ним и просить о прощении если мы находимся в таких отношениях с Богом если мы продолжаем просить у Него прощения каяться пред Ним мы будем намного более здравыми и зрелыми в своей христианской жизни чем если бы мы этого не делали если я сдаюсь и больше не прошу Бога о прощении и просто живу греховной жизнью Божьего прощения в моей жизни не будет я буду полностью завязан грехе но Бог не отказывается от меня если я сражаться против греха если я буду бороться против греховных наклонностей если я буду ходить следуя за Духом Святым то Бог даст мне способность преодолевать грех побеждать грех и Божья любовь в этом всем она великая и безграничная она намного больше чем мой грех она намного больше чем любая проблема 그래서 여러분 우리가 이런 집회로 모일 때 다른 것에 신경 쓰지 말고 이런 고질 적인 죄를 용서받는 것에 집중 하셔야 됩니다 друзья мои и собираясь вместе на подобные фестивали мы должны думать о том как бы нам молиться Богу и разорвать эту порочную связь эту порочную круговую поруху греха в нашей жизни 우리가 전도 해야 되고 찬양 도 해야 되고 예배도 드려야 мы должны благовествовать мы должны поклоняться Богу мы должны молиться Богу слушать Божьи Слово но если мы не разорвали это порочная порочная кола греха в нашем жизни то это значит что все это будет просто бессмысленно бессмысленно нам находиться здесь есть цель существования церкви церковь призывает людей омыться в крови Иисуса Христа и мы как церковь должны призвать наше общество окружающий нас мир к тому чтобы мир омылся в крови Иисуса Христа и цель нашей жизни заключает в том чтобы я обрел спасение моя семья обрела спасение чтобы окружающая нас общество обрела спасение Божья любовь она неизменна И если мы не сдадимся Бог никогда от нас не откажется Пожалуйста не прекращайте борьбу с грехом не сдавайтесь не проигрывайте греху выгрызайте эту победу вашими молитвами выгрызайте эту победу вашим хождением пред Богом покаянием пред Богом и Божья любовь победит Божья любовь она накроет вас так что ваша жизнь полностью изменится имя нашего Господа я благословляю чтобы благодать Божьей любви наполнила ваши сердца давайте вместе поднимемся и будем молиться нашему Богу и будем честно пред Богом представлять себя такими какие мы есть с нашими грехами будем исповедовать пред Богом все то что повторяется греховное в нашей жизни и Бог обещавший прощение будет сейчас являть это прощение в нашей жизни если мы не откажемся Бог от нас никогда не откажется Он не сдается давайте вместе будем уповать на Божью любовь на Божье прощение любящие сердце Отца будем молиться Ему вместе помолимся Господь мы молимся Тебе и мы взываем к Тебе и мы просим во имя Иисуса Христа Ты видишь наши одежды вся наша праведность как запачканная одежда и мы стоим перед Тобою и молим тебя даруй нам одежды белые омытые кровью Господь, мы просим очисти каждого из нас сейчас кровью Иисуса Христа, драгоценной чистой жертвы, Господь, омой каждого из нас и помоги каждому разорвать порочную колу греха, Господь, просим во имя Иисуса Христа, Боже, Ты яви Твою силу, могущество Святого Духа, помоги нам не сдаваться, помоги нам сражаться, помоги нам не закоснеть в грехе, Господь, помоги нам в покаянии, в исповедании пред Тобой, подниматься и идти вперед, подниматься и следовать, Господь, до финиша этого марафона, Господь, помоги нам не сдаваться, помоги нам не сдаваться, помоги нам не сдаваться, помоги нам не сдаваться, помоги нам не сд Иди, Господь, до последнего, идти, Господь, за Тобою, идти тем узким, твердистым путем, следовать за Тобою, уповая не на свою праведность, но облекаясь в праведность Христа. Помоги нам, Господь, жить по-новому, исповедовать Тебя, Господь, нашим Богом прощающим, любящим. И помоги нам, Господь, несмотря ни на что, несмотря на навалившиеся ураганы, штормы, грехи, проблемы нашей жизни. Помоги нам хранить веру, хранить благодать, хранить праведность Господня. Во Святом Духе прошу тебя, веди каждого из нас, направляй каждого из нас, прими это исповедание как жертву, угодную тебе. Во имя Иисуса Христа. Наш Бог Отец, благодарим тебя. Мы благодарны тебе, что ты от каждого из нас не отказался. И если я буду продолжать этот путь, я уверен в том, что ты, Господь, поддержишь меня и не откажешься. Даже если я где-то спотыкаюсь и теряю силы, твоя любовь, она поддерживает и влечет меня. Помоги мне, Господь, не смириться под гнет греха, но помоги быть победителем. Каждому из нас помоги прочувствовать победу любви Христовой. Молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Апостол Павел говорит, праведник верою жив будет. И сегодня уже звучали слова, которые говорили, что все могу я в укрепляющем меня и Иисусе Христе. Иисусе Христа. Живёт для Бога Ничто и никогда Не отделит меня Планов по лицу Ведь с рады я То дома мне Намного сильней На ухом и ручь живёт Верой Развину даже горы Во Христе я всё спалку Я знаю Верой стоять Я буду твердо Укрепить меня Мой Бог Я всё смогу На праде я стремлю Все силы обрадю И всё, что есть во мне Живёт для Бога Ничто и никогда Не отделит меня Планов по лицу Ведь с рады я То дома мне Намного сильней На ухом и ручь живёт Верой Развину даже горы Во Христе я всё спалку Я знаю Верой стоять Я буду твердо Укрепить меня Мой Бог Я всё смогу Верой Я стремлю даже горы Во Христе я всё спалку Я знаю Верой стоять Я буду твердо Укрепить меня Мой Бог Я всё смогу Мой Бог Я всё смогу Я всё смогу Я всё смогу И я с тобой всё смогу С тобой всё смогу С тобой всё смогу С тобой всё смогу Верой С тобой всё смогу Раз, раз Есть такое правило у проповедников Называется Лучше не докормить, чем перекормить Я не знаю, готовы вы ещё меня слушать Уже третий раз, мои дорогие братья и сёстры Аллилуйя Спасибо, спасибо Хорошо, окей Значит, готовы, как я понял Хорошо, следующие 50 минут Перемена 45 Мы поговорим о 8 стихах римлянам 12 главы Я думаю, что мы сделали такое хорошее вступление Про апостола Павла Сейчас мы остановимся в том дивизии вашего фестиваля О чём же там идёт речь В первой секции, первой лекции мы поговорили о том Как Бог положил в жизни апостола Павла Серьёзный фундамент 42 года его жизни Кто был после обеда Мы говорили о том, как он двинулся И шёл полный вперёд, не сдаваясь Написал 13 писем Прошёл более 20 тысяч километров Организовал церквя А сегодня мы возвратимся к тому, что есть Уже несколько раз говорилось, я думаю, в течение этого фестиваля Как же переменится разум наш И в интернете выставили такую рекламу, где написано о том, что я буду говорить на тему апостол Павел Это пример, как же изменяется разум И записано это место писания, у кого есть Библия, мы с вами откроем Римлянам 12 глава и первых три стиха Я читаю, и первых восемь стихов в следующее время будет фундаментом нашей сегодня проповеди Итак Умоляю вас, братья, конечно же и сёстры, милосердием Божьим Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу Для разумного служения вашего И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная К другим стихам мы ещё придём А сейчас посмотрим мы Я думаю, что первые два семинара подвели вас к тому Что сегодня мы будем немножко серьёзно углубляться в Слово Божие И мы уже здесь не пройдём мимо некоторых греческих понятий, глаголов Но я думаю, вы всё-таки выдержите Я постараюсь это очень просто говорить Начинаем мы смотреть вот на эти три важных слова Преобразуйтесь обновлением ума вашего Не сдавая сильно именно как оно звучит Я хочу показать, что в центре этого слова Преобразуйтесь, греческого слова Есть такое слово, которое называется метаморфоза Которое говорит глубокое превращение Глубокое преобразование Слово преобразуйтесь Именно в греческом языке так и звучит Созвучно слову и в корне оно одно и то же Вам нужно сделать метаморфозу в вашей жизни Как происходит из гусеницы прекрасная бабочка? Как называется этот процесс, кто учил в школе? Метаморфоза Если мы вот этой вот гусенице, которую вы видите с той стороны Приделаем прекрасные крылья Сделаем ей красивую косметику И скажем, лети, она полетит или нет? Она не полетит Она не способна Для того, чтобы она стала бабочкой Нужен пройти процесс Который мы называем метаморфоза Должно пройти глубокое превращение Глубокое преобразование И тема нашего сегодняшнего последнего семинара Называется метаморфоза ума Мы посмотрим три принципа из этих восьми стихов Что же нам говорит Слово Божие? Как учитель богословия я всегда имею проблемы Когда мы выдергиваем какие-то стихи И потом стараемся им вложить свои мысли Что мы только там не напридумываем Как нам нужно изменяться и все Поэтому мы сегодня прибудем только в восьми стихах Двенадцатой главы И посмотрим, к чему же нас Слово Божие призывает Когда говорит нам о том, что нам нужно Метаморфозу нашего ноуса Нашего разума произвести Сразу говорю для тех, кто будет слушать И не успеет все записать Вот там вот ребята сидят с компьютером Вы можете подойти к ним И взять у них этих три слайда Или три секции Можете взять у них бесплатно, пожалуйста Или же потом напишите мне Я вам все перешлю, поэтому пользуйтесь Не говорите, что это Лео Франк Скажите, что вы сами это все придумали Сами все написали Мне это абсолютно разницы нету Главное, чтобы Царство Божие распространялось Аминь, братья и сестры Аминь Аминь, аминь Спасибо Вчера вечером я прилетел сюда Сегодня вечером я уже уезжаю И мы с женой У нас есть план, когда мы делаем на целый год И сказали, если меня на Малин позовут То один день мы обязательно посвятим Я не знал, что братья так скажут Сразу давай три проповеди Сразу это вот, да Ну раз уж так вышло, то вы бачаете Может быть в следующем году будет пауза А потом дальше посмотрим Итак, начинаем мы с примера Он с Библией ничего общего не имеет Я покажу о том, как должен меняться разум И как разум иногда блокирует наши действия Пример этот очень простой Одна майла или одна миля Это 1609 метров И примерно еще 50 лет назад Если кто-то что-то немножко разбирается в спорте То были дискуссии И доказано было Доказано эмпирически через исследование Человек не способен пробежать 1609 метров Меньше четырех минут Говорили, это просто невозможно Человек так устроен Его анатомия сделана так Что человек не может пробежать 1609 метров быстрее, чем за 4 минуты И все в это поверили Сказали, конечно нет Невозможно этого делать Кроме одного человека Звали этого молодого человека Он был примерно в вашем возрасте Звали его Роджер Беннистер И когда он тренировался У него не получалось Не получалось И все ему говорят Да мы же тебе говорим Невозможно этого Ты же пойми Он говорит Нет Блокада лежит в вашем уме Вы должны поверить Что это возможно 6 мая 1954 года Когда он перебежал в финиш И репортер громко объявил Три И все как начали хлопать Потому что он сказал Три минуты И 58 секунд И еще там пять Каких-то там десятых И так далее И когда он первый раз Пробежал эту дистанцию А все до этого говорили Это абсолютно невозможно Это доказано Это невозможно После этого произошло следующее Спортсмены Когда увидели его пример И поняли Что блокада Находится в разуме В течение нескольких лет В течение десяти лет 336 спортсменов Пробежали майл За 4 Меньше чем 44 минуты Оказывается Проблема была не в анатомии Проблема была не в том Что человек это не может Они не могли поверить И им нужно было Произойти вот здесь Метаморфоза Они должны были поверить Что это возможно Когда апостол Павел В римлянам 12 главе Призывает нас О том Что наш разум Должен произвести Радикальное Глубокое преображение Он призывает нас К трем важным принципам Принцип номер один Если кто-то пишет Принцип номер один Мы возвращаемся К первому стиху Где написано Итак умоляю вас Братья И так же И сестры Милосердием Божьим Предоставьте тела ваши Жертву живую Святую Благоугодную Богу Для разумного Служения Ваше Принцип номер один Жертва живая Метаморфоза ума Изменение нашего ума Это жертва живая Сейчас я покажу вам Несколько предложений С Библией ничего общего Не имеет Но если вы немножко Разбираетесь в языке Вы поймете О чем же здесь идет речь Что имеют эти слова Такие как живой труп Такие как горячий снег Старый новый год Мертвые души Общего между собой Кто-то лингвистики разбирается Здесь немножко Изучали в литературе Как называется это греческое слово Оксю Знаете такое нет Оксю морон Называется Когда противоположные слова Сочетаются вместе Не мывает горячий снег Не бывает такого Не бывает старого нового года Это только в одной стране Такое празднуют Да В нем Да Вы поняли Да Вы поняли Да Немцам невозможно объяснить Что это за праздник такой Да И мертвые души Тоже не бывает Поэтому слово Оксю морон Это когда сочитывается Что-то Что само по себе Не сочитывается Вот как например Если я сочетаю Вот эти две вещи Вот этот человек Получит Нобелевскую премию мира Понимаете Да Ну не получается так Понимаете Да Ну хотим мы Или не хотим Да Ну не получается Это оксю морон Это то что невозможно соединить Ну некоторые верят Это пусть они верят и дальше Итак Мы говорим с вами о том Что Павел призывает нас Следующему Итак умоляю вас Братья Милосердием Божиим Предоставьте тела ваших Какую жертву? Живую Ну как живая жертва? Ведь это же оксю морон Это же невозможно Жертва не бывает живая Если мы посмотрим На Ветхий Завет Начиная с первых глав Библии Когда приносил Каин и Авель Жертву там Они убивали какого-то животного Дальше Когда в храме Или в скине приносили Они убивали какого-то животного Самая великая жертва Это Христос Который умер за нас на кресте Но все общее Жертва всегда должна быть Умереть Но Павел нас не предлагает Чтобы мы умерли Павел говорит Что преображение нашего ума Метаморфоза нашего разума Начинается с того Что мы понимаем Наши тела и наша жизнь Это жертва живая Нам не нужно умирать Нам нужно принести наши тела В жертву пред Господом И когда мы говорим Слово тело Живая жертва То здесь очень важно Разобраться нам в следующем О чем же имеется это ввиду? Медицинные люди знают Что слово Сома Греческое слово Это наше тело Вот это вот то Что мы имеем Здесь очень важно понять Имеет ли апостол Павел Что нам принести свое тело Не кушать Как-то издеваться Не мыться И все Чтобы принести его В жертву Или имеется ввиду Здесь жизнь Нашу Полностью Принести В жертву Богу Я думаю Друзья Здесь вопрос Не о том Что или анатомия Или тело Нам нужно И наше тело И нашу жизнь Принести В жертву Живую Богу Скажем мы Аминь Братья и сестры И наше тело И нашу жизнь И так Но он говорит нам О том Чтобы нам Это нужно Принести Или представить Наши тела Как жертву Живую Я вам расскажу Одного человека К сожалению Его книг нет На русском языке Он пастор Швейцарии И звать его Томас Герри Гениальный человек По лидерству Самые лучшие книги Которые я читал И Томас Герри Посвятил Целый год 365 дней в году И каждый день Читал только 12 главу Послание к римлянам Каждый день Исследовал Слово за слово Написал гениальную книгу Поэтому Именно по 12 главе И так далее И вот он говорит Когда я читал это И Дух Святой Положил мне на сердце Может оно звучит На нашей славянской Какой-то контекст Немножко глупо Немножко неправильно Но он говорит Каждый день Когда я встаю Я ложусь на пол Вот я сейчас вам покажу Ложусь на пол И вот так вот лежу И говорю Господи Я представляю Я отдаю Мое тело Тебе В жертву Возьми его Что ты хочешь Сегодня с ним сделать Что ты хочешь Сделать сегодня С моей жизнью И он говорит Я лежу так Несколько минут Чтобы себе Символически Представить Это принадлежит Не мне Это принадлежит Господу Аминь Братья и сестры Представьте Не пять минут Представьте Не немножко Представьте Ваше тело Жертву живую Двадцать четыре Часа Каждого дня Семь дней В неделю Это тело Это наша жизнь Принадлежит Господу Скажем аминь Двадцать четыре часа Итак Последнее слово И мы идем сразу же дальше Итак Умоляю вас Братья Милосердием Божьим Представьте Тела Вашу жертву живую Святую Благоугодную Богу И вот в русском языке Для разумного Служения Вашего Последнее слово Которое мы должны с вами разобраться В первом стихе А что это же за слово Когда греки говорили Такое слово Латрея Что оно обозначало Разумное служение Вашего Логикос Латрея О чем же там Шла речь Что оно имелось в виду И вот когда греки Говорили это слово У нас написано Слово служение Все немецкие переводы Говорят слово Фенюнфтиге Готтестинст Разумное Богослужение Но для богослужения Употреблялось Другое слово Которое называлось Литургия А что же говорилось Они Когда они говорили Слово Предоставьте тело Ваше Для разумного Служения Ваше Имелось в виду Следующее Всякое служение Богу Но не в смысле Собрания Как богослужение Не в смысле О том Чтобы только На два часа Собраться Даже не в смысле О том Чтобы выехать На десять дней В Малин Всякое служение Богу Это есть Наше Разумное Богослужение Итак Богослужение Это когда Наши будни Двадцать четыре Часа И семь дней Переходят в служение Когда мы собираемся И собираемся На два часа Но когда мы выходим Из собрания Начинается То же самое Служение Богу Предоставьте Тела ваши Вашу жизнь Как служение Богу Наша жизнь Где бы ты ни был Мы собираемся На два часа А потом уходим В будни Некоторые После воскресения Больше не приходят Ни на домашнюю группу Ни на молодежную Нигде их больше нету Но когда ты выходишь Из собрания И когда ты поедешь Из Малина домой Это Твое Богослужение Когда ты идешь домой Когда ты идешь Себе на работу Это твое Богослужение Как понять это Последний пример И мы идем К следующему фактору Итак Один из известнейших Проповедников Мой один из любимых Автор Звать его Гордон Макдональд К нему подошел Один человек И сказал Я работаю Шофером на автобусе И я не могу понять Скажи мне Гордон Что имеет Мое вождение Автобусом С моей духовной жизнью С моей верою Что имеют Мои будни Моя работа И так далее С моей верой И Гордон ему Сказал следующее Сделай следующие Две недели Эксперимент Каждое утро Когда ты встаешь Говори так Мой автобус Это моя церковь Каждое утро Идешь на работу И говори Мой автобус Это моя церковь Через две недели Они встретились И водитель автобуса Говорит Ты знаешь Что-то начало Меняться в моей жизни Я захожу в автобус И прежде чем Я туда сажусь Я молюсь уже Я благословляю людей С которыми я буду общаться Я не просто Вожу их с А на Б Или еще с какой-то точки В другую Я служу этим людям И мое видение Моих будней Радикально изменилось Когда ты идешь на работу Когда ты идешь И думаешь Мне бы заработать деньги А потом прийти в собрание Приехать конференцию И так далее Нельзя так думать Вышедший из Малина Вышедший из твоего богослужения Там начинается богослужение Первое преобразование ума Твоя жизнь Это служение Богу Скажем мы Аминь братья и сестры Первое преобразование ума Это постоянное посвящение Своей жизни Богу Жизнь Это богослужение Это не два часа собрания Где бы ты ни был Что бы ты ни делал 24 часа 7 дней в неделю Это богослужение Номер 2 Второе правило Мы идем ко второму стиху Римлянам 12 глава Второй стих написано И не сообразуйтесь с веком сим Но преобразуйтесь Обновлением ума вашего Для того, чтобы познавать Что есть воля Божья Благая Угодная И совершенная И так если кто-то пишет Метаморфоза Ума номер 2 Называется Отношение к миру О чем же здесь идет речь В этом стихе Во втором стихе Есть два Важных правила Два приказа Два императива Которые говорят Первое Говорят Нам надо что-то оставить Не сообразоваться Второе правило Говорит Нам нужно преобразоваться И так посмотрим мы На эти два правила И посмотрим мы Что же требует от нас Слово Божие Первое Первое слово Которое называется Не сообразуйтесь Говорится Не подражайте Не соответствуйте Не разрешайте миру Формировать ваш вид Ваше поведение Ваше мышление Прекратите действия Мирского образа Жизни И мышление На вас Это говорит апостол Павел Здесь греческое слово Которое говорит Схема Форма этого мира Он говорит Не разрешайте Мыслям Мышлению Этого мира Формировать Вашу жизнь Формировать Ваше мышление Ваш внешний вид И так далее Радикально Отойдите от этого Чтобы мир Влиял На вас Не сообразуйтесь Может быть кому-то Это не нравится Слушать Но это здесь Говорит Библия А не Леофранк Аминь братья и сестры Да я думаю Со мной согласны Хорошо Но мало того Что нам что-то Оставить Друзья Христианство К сожалению Известно всему миру Своими запретами Мы знаем Что у вас нельзя Понимаете У вас вот это нельзя У вас вот это нельзя У вас вот это нельзя Но Библия Это не только Книга запретов Библия Запретила нам что-то А потом говорит Но преобразуйтесь А это значит Вот это слово Метаморфоза Позвольте Богу Преобразовать вас Путем Обновлением Вашего мышления И здесь В греческом языке Слово Оно находится В пассивном залоге Глагола О том Что не постоянно Мучаетесь Как я смогу Господи Я опять Вот опять Согрешил И все Начинайте Говорить Господи Я Своё тело Свою жизнь Отдаю полностью Тебе А ты Духом Святым Начинай Преобразовывать Мой разум Аминь Братья и сестры Он хочет этого И Библия говорит Разрешите Духу Святому Чтобы она Преобразовывала Вас Начинаем Мы с первого Это запрета Кто формирует Твою жизнь Кто Делает тебя Как горшечник Делает какой-то сосуд Кто влияет На тебя На твоё мышление На поведение И так далее Покажу вам Один пример Две девочки Может быть Девочки знают Их слышали Майли Сайрус Бритни Спирс Может быть Кто-то слышал их Что общего Между этими Двумя девочками Эти обе девочки Родились Консервативной Баптистской семьи Регулярно посещали Церковь Пели в церковном хоре Носили так называемое Кольцо непорочности Где говорили Никаких интимных Отношений до брака Отвергали Добрачные Интимные отношения И так далее И все говорили Когда они переехали В Голливуд Начали сниматься В фильмах Петь там Какие-то песни И так далее Сказали Мы сейчас покажем Что мы способны Идти в этот мир И мир не сможет Мы будем влиять На этот мир Вот эти наши девочки С консервативной Баптистской семьи Они покажут о том Что мы способны Вот баптисты Пиесятники И так далее Мы способны Повлиять на этот мир Они поехали туда В Голливуд Там где поют песни Там снимаются Фильмы Если мы сегодня Хотя бы пару Я не самые страшные Фотографии взял То вот так вот Выглядят эти две девочки Рожденные В очень консервативных Баптистских семьях Добрачные отношения Разводы Скандалы Татуировки Сомнительный внешний вид Вызывающие поведение Судебные процессы Наркотики И алкоголь Родились они В христианских семьях Друзья Не позволяйте Мирскому образу жизни Формировать ваше мышление Ваше поведение И ваш внешний вид Амин Братья и сестры Так говорит нам Библия Это какие-то Братья придумали И так далее Когда они пошли туда Запомним Окружение Формирует Мировоззрение И поведение Хотим мы Или не хотим Этот эксперимент Не удался Мои дорогие Поэтому Худые сообщества Что они делают Друзья Развращают добрые Поэтому не водитесь Худыми людьми Мои дорогие Поняли да Хорошо Потому что Худые люди Худые сообщества Вы поняли да Спасибо да Некоторые почувствовали себя Здесь Худыми Я не знаю В какой вы себя почувствовали Окей Отношение к миру И так Мы идем сразу же дальше И так Отношение к миру По-немецки Есть три слова К сожалению В переводе Они не звучат Так в рифму Как по-немецки Как христианин Должен относиться к миру По-немецки Мир это Вельт И там есть три слова Первое называется Вельтфлюхтих Второе Вельтзюхтих Третье называется Вельттюхтих Вельтфлюхтих Это убегать От этого мира Бегство Вельтзюхтих Быть зависимым от этого мира, вельтюхтих это способным жить в этом мире и не стать мирским человеком аминь, братья и сестры, и так мы должны научиться жить, Библия предлагает и говорит, что здесь должно преобразиться наш разум метаморфоза не просто гусеницы приделать какие-то там крылышки и сказать это теперь христианин, мы его одели по-христиански, он выглядит по-христиански вот здесь должно произойти радикальное изменение, аминь, братья и сестры вот здесь должно произойти метаморфоза ума вашего, но мы пойдем от негативного к позитивному, Библия говорит нам, нам нужно преобразоваться и сейчас, если кто-то запишет мы коротко сделаем послание к христианам, отойдем от римлянам и посмотрим что же говорится там о освящении церкви, это один из самых лучших текстов, большой текст который говорит о том, что же такое освящение и там есть три большие части о том, почему необходимо как освящение проходит и что такое практика освящения я коснусь только середины как проходит процесс освящения чтобы нам понять, что же предлагает и говорит нам Слово Божие итак, мы читаем Слово Божие где написаны такие слова но вы не так познали Христа потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в басительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека созданного по Богу в праведности и святости истине как я сказал, что я сегодня постараюсь вам хотя бы немножко показать как глубоко, надо немножко глубже смотреть на Библию и сейчас мы не пройдем, чтобы понять именно это местописание мимо немножко грамматики но я постараюсь очень так осторожненько вам преподать чтобы вы не убежали здесь все или не закрыли свои тетради и так далее нам мы сейчас посмотрим на два глагола в греческом языке один называется аорист, другой называется презенс что это такое? те, которые в семинариях знают об этом для нормальных людей говорю следующее окей, спасибо итак, аорист описывает пунктуальное и законченное действие в прошлом что-то произошло когда-то и оно больше никогда не повторяется это одно действие оно было в прошлом и больше не повторяется презенс описывает непрерывное непрерывное и повторное действие в настоящем и вот сейчас я хочу вам задать мы возвращаемся к этому тексту в каком же виде вот в наших переводах стоят маркированные слова читаем нам нужно отложить прежний образ жизни нам нужно обновиться духом ума вашего и нам нужно облечься в нового человека в переводах обычно не видно я сейчас не буду вас уже мучать так не видно той красоты той четкости, которую здесь апостол Павел четко и ясно написал в оригинале это вот такая сперва идет аорист потом идет презенс потом опять идет аорист если мы сюда посмотрим итак, что же это обозначает? переводится оно на нормальный язык следующими словами вы раз и навсегда в прошлом отложили ветхого человека вы раз и навсегда в прошлом облеклись в нового человека и вам нужно разрешить Богу постоянно обновлять ваш разум раз и навсегда и здесь очень важно и мы сейчас дальше пойдем понять что же такое освящение чем отличается законническое фарисейское учение об освящении и евангельское учение освящения посмотрим мы на одну сторону где говорится освящение ты должен что-то сделать чтобы стать святым человеком с другой стороны ты должен что-то сделать потому что ты святой человек если вы здесь вы можете все забыть но вот здесь вы должны для себя понять особенно проповедники иногда у проповедников такая каша-малаша извините меня они с кафедры говорят там про освящение и бедные люди ой, ну я какой святой да что там говорить да я никогда не способен и так далее и мы вводим людей в не евангельское а в законническое и фарисейское освящение библейское освящение говорит что вот эта сторона она должна быть абсолютно запрещена когда люди делают что-то чтобы стать святым человеком это фарисейство когда люди делают что-то потому что они стали новыми людьми это библейское освящение и хотя бы здесь скажем аминь, братья и сестры это библейское освящение если кто-то записывает запишите откровение 22.1 святой что он должен делать? да освящается еще это не значит что он будет освящаться напрягаться он будет что-то делать и он станет святым человеком нет вначале он должен быть кем? святым и только тогда только тогда он имеет право освящаться если мы это не поняли мы будем постоянно наших людей наших служителей загонять в то что противно Христу что противно было апостолу Павлу это законническое освящение которое требует от людей если ты будешь что-то делать значит ты будешь святой Библия нам говорит потому что ты святой человек Дух Святой сделал тебя святым человеком ты раз и навсегда отложил ветхого человека ты раз и навсегда принял нового человека а теперь твоя задача разреши Духу Святому преобразовать твой разум последние две цитаты и мы идем сразу же дальше миссионерка которая была в Африке долгое время в прошлом веке она сказала так освящение это больше чем просто сбрасывание старого балласта греха так как при освящении жизнь Иисуса Христа раскрывается в нашей жизни освящение это не просто тебе нельзя 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 и нельзя Иисус Христос отображается в нас как сказал апостол Павел доколе не отобразится вас Христос и так правило номер два принцип номер два отношению к миру и постоянное освящение разрешите Духу Святому изменять ваш разум вы еще готовы 10 минут послушать братья и сестры аминь спасибо как же нет номер три хватит все хорошо все нормально окей итак давайте мы идем к принципу номер три и читаем третий стих римлянам 12 глава третий стих написано так по данной мне благодати всякому из вас каждому из вас говорю не думайте о себе более нежели должно думать но думайте скромно по мере веры какую каждому Бог уделил мы вернемся к одному слову чтобы вы не забыли его он говорит всякому из вас говорю каждому и по мере веры которую Бог уделил какому человеку братья и сестры каждому и так Бог что-то уделил и каждый который сидит здесь или слушает нас потом онлайн чтобы знали что вы включены в этот стих а теперь давайте мы смотрим еще Павел говорит всякому из вас говорю не думайте о себе более нежели должно думать но думайте скромно и Павел но ты уже решись думать или не думать и сначала он говорит не думайте потом говорит думайте что же он имеет ввиду и сейчас чтобы вас сильно не напрягать но я все-таки покажу вам как выглядит этот стих в оригинале вот примерно вот так вот выглядит он в греческом языке когда смотрим структуру вы можете сразу забыть не переживайте хорошо но здесь очень важно кое-что посмотреть точнее здесь четыре слова которые имеют общий корень корень думать к сожалению в переводах этого не видно в середине повторяется одно и то же софрео думать думать а потом первое слово запрещение а второе слово разрешение итак первые два слова говорит нам о том что нам нужно думать как-то думать а как-то не думать начинаем мы с негативного что же запрещает апостол Павел он говорит вам не думайте вот здесь греческое слово hyper переслишком слишком 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 hyper называется не мыслите сверх не думайте о себе слишком много не мните о себе не быть высокомерными не зазнавайтесь о себе не думайте слишком много ну а что же нам нужно думать а потом он говорит слово софроне hyper нельзя это нельзя о себе слишком много думать а потом он говорит думайте здраво благоразумно обладайте здравым умом Поэтому третье правило из этого называется правильное мышление по отношению к дарам Духа Святого. Третье – метаморфоза нашего ума. Это правильное отношение по отношению к дарам Духа Святого. Три года назад Бог положил мне на сердце написать семинар на эту тематику. Сейчас кое-какие части мы из этого посмотрим, быстро мы пробежимся, но я понял одно. Очень многие люди говорят, вот у меня ничего нету, я уже и молю Господа столько, и ничего не получается. И некоторые люди с другой стороны подходят и говорят, да кто я такой, проповедовать не могу, петь не могу и так далее. Они сегодня классно спели, согласны вы, друзья, да? Где наш мальчик, который так красиво высоко поет, это ты там, да, супер, просто я наслаждался. Окей. Итак, ну некоторые говорят, петь не могу, играть не могу, проповедовать не могу, что же мне делать? Да мне будет как-то вот до неба дойти, а там через порог, ну даже вот на коленочках-то, Иисуса увидеть и все, но у меня никаких даров нету, ничего нету, я вот такой скромный и так далее. И думаешь, что это такая скромность? Это не скромность, друзья. Вы обижаете этим Бога. Каждому из вас дан минимум один дар. Итак, метаморфоза ума начинается с того, что вот эти как бы скромные мысли, как бы такое кротенькое, скромненькое христианство мы отбрасываем и знаем, что если мы возрожденные люди, крещенные Духом Святым, мы все имеем минимум один дар. И Павел говорит следующее, читаем мы следующее, послание к кремлинам делится на три больших отрывка. Первые восемь глав говорится о праведности к вере, потом говорится о Израиле, а потом говорится о практической жизни. И пример практической жизни это начинается с того, то что мы сейчас читали, но мы прочитаем, что он говорит о дарах. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, гиперфронео, но думайте скромно, здраво, софронео, по мере веры, которую Бог уделил некоторым членам церкви. Правильно, братья и сестры, или что там написано? Какое слово там? Каждому. Читаем дальше. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как? По данной нам благодати имеем различные дарования, греческое слово харизмы, то имеешь ли пророчество? Пророчество и по мере веры. Имеешь ли служение? Прибывай в служении. Учители в учении, увещеватели и так далее. Этот список продолжается здесь. Чтобы показать нам, мы уже потихонечку подходим к этой теме, последней. Я покажу один библейский пример. Петр и Иоанн идут после Пятидесятницы, третья глава Деяния Апостолов, в храм, чтобы помолиться. И там сидит человек, который просит у них подачи, просит у них, чтобы они ему деньги дали. Но Петр говорит ему такие слова. Если кто-то пишет, это в Деянии Апостолов, третья глава, шестой стих. Но Петр сказал, серебра и золото. Что, братья и сестры? Не мае. Нет у меня. Вот как мы с вами сегодня, да? Ну, как раз этого нету, да? А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И метаморфоза ума, метаморфоза, радикальное, глубокое изменение ума начинается, когда мы поймем две вещи. Первое. Мы поймем, что мы не имеем, что Бог нам не дал. И мы не лезем, куда не надо, друзья дорогие. Если Бог вам не дал дар проповедника, умоляю вас, не мучайте людей. Не дал вам дар пения, ну тоже, пожалуйста, им от задел за живое, чувствую, что за живое задел. Хорошо, да. У нас проблема, друзья, когда трактористы управляют музыкой, понимаете, да? Когда что? Люди, которые некомпетентны и ни в чем, делают все, что попало. Метаморфоза ума начинается, когда мы знаем, у нас чего-то нету, и мы это дело не делаем. Но это только одна сторона. Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. И нам надо обязательно знать, что же мы имеем. И Павел продолжает там и говорит о семи дарах Духа Святого, о том, что имею, то даю. И поэтому вот последний наш принцип, мы будем говорить об этом, что же мы имеем. Правильное отношение к дарам Духа Святого. И так как Павел сказал, что каждому из вас дана дар, минимум одна харизма, то первый принцип называется, каждый христианин одарен. Я не могу уже слышать эти слова о том, что к нам приедут одаренные братья и сестры. А, да ты что? И мы все неодаренные будем их и слушать, как они поют, пророчествуют и так далее. В Царстве Божье нет неодаренных людей. Скажем мы, аминь, братья и сестры, их нету. Если нет, значит вы не в Царстве Божьем. Любой возрожденный свыше христианин имеет минимум один дар. Но какие же дары имеют, поэтому принцип номер два называется, множественно здоров. И мы с вами посмотрим хотя бы немножко, потом вы можете в слайдах посмотреть или что-то, какие же есть дары и сколько их. Перечисление двадцати даров имеется в этих четырех текстах. Римлянам 12, 1 Коринфянам 12 и Физианам 4, 1 Петра 4, очень легко запомнить. И там имеется вот в этих словах именно 20 даров Духа Святого, где мы сейчас возвращаемся к 12 главе. Римлянам, где написано о пророчестве, служении, учении, увещевании, раздавании. И даже такой дар, как начальствование, тоже дар есть. Нет у тебя этого дара? Не лезь, пожалуйста, в начальники. Я умоляю тебя, хорошо? Нету, если Бог тебе этого не дал, то, пожалуйста, не делай. Если Бог тебе не дал дара увещевания, ну не бегай за людьми и старайся им какое-то душепечение сделать. Ты их выгонишь из церкви, а не призовешь их из церкви. И множество различных даров, видите здесь, именно этих 20 даров. Кроме того, в других местах Писания еще различные 8 даров. Есть написаны такие, как молитва, искусство, гостеприимство и так далее. Мы сейчас не будем вдаваться в детали. Важно для нас распознать очень важный принцип, который записан в первое послание Коринфянам. И это 12 глава с 4 по 6 стих. Если кто-то пишет, минимум эти 3 слова сейчас вы должны записать. Итак, Павел, когда перечисляет дары Духа Святого, говорит следующие слова. Дары различны, а Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а что написано там? А Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, 3 слова, которые мы должны понять. И здесь мы разберемся, в чем наша задача. Где метаморфоза ума нашего? А где не наша задача, друзья? Первое слово, дары различны во множественном числе. Второе, служения различны. И третье слово, энергия или же действия различны. Выглядит оно очень просто. Правило очень-очень простое. Бог дает особый дар. Этот дар употребляется на особое служение. И производит это особое действие. Итак, возвращаемся мы обратно. Ваша задача, моя задача, найти тот дар, который Бог дал лично тебе. Вторая задача, это дар употребить на то служение, где оно эффективно работает в Царстве Божьем. Но третье, это не наша задача. Благословение, помазание, действия, это дело Бога, друзья. Но очень многие люди хотят начинать с третьего. Они хотят иметь помазание в их служении. Они хотят иметь благословение в их служении. И говорят, что нужно делать. Нужно больше молиться, больше поститься, больше семью оставлять, больше ездить, больше конференции посещать и так далее и тому подобное. Но не надо этого. Наша задача найти свой дар. Употребить его на то служение, которое Бог употребил. А вот о том, чтобы благословение было на этом, это не задача ни твоя и ни моя. Бог обещает, когда мы нашли свой дар, употребили его на свое служение, Он будет делать и давать свое помазание. Аминь, братья и сестры. И если вы... Спасибо, да. И если... Ну все. Окей. Хорошо. Итак, принцип номер три, мы потихонечку заканчиваем. Называется служение и призвание соответственно дару. Павел говорил о том, что каждый должен о чем-то не думать. Не думайте о себе слишком высоко. Если Бог какого дара вам не дал, не думайте, что вы пророки, учителя или еще кто-то. Но думайте здраво, софронео. Думайте по мере дара, который Бог дал. Найдите свой дар. Употребите его в том месте, где Бог от вас ожидает. И вы увидите, как найдет благословение Божье на ваше служение. Когда вы будете идти в детские группы, и вы увидите, как эти детские группы и эти дети начнут меняться. Когда вы будете петь песни, и эти песни будут производить изменения в жизни людей. Когда вы будете проповедовать, и эти проповеди будут менять жизнь людей. Но это не наша задача. Изменять не можем мы. Позвольте Духу Святому сделать то, что мы не способны сделать. Наша задача, найдите свой дар, найдите свое служение. И разрешите Духу Святому работать дальше. Один из последних примеров. Пример о том, как израильский народ выходил из Египта. Их было очень много народу. Они пришли в пустыню. И вот в пустыне, когда они пришли туда, Моисей взошел на горы. Но они не знали, сколько там дым, там молнии и так далее. Они не знали. Он через 40 дней придет, через неделю придет. Неделя прошла, вторая, третья. А Моисея нет. Он не написал в Фейсбуке, вот у меня селфи. Короче, ребята, ждите меня или так далее. Или сказал, так, короче, сейчас я скоро вернусь. Там где-то там еще какая-то связь. Они не знали. Они понимают, недели нету. Второй недели нету. Третьей недели нету. Что же нужно делать? Освободилось место. Освободилось служение. Ну, кто же может занять это место? И они приходят к Аарону и говорят, по просьбам трудящихся, мы тебя очень просим. Займи место. Ну, кто среди миллионов тысяч там, скажем, израильтян может? Только ты можешь занять. Ты же брат Моисея. Ну, у Моисея получается, у тебя что же получится? Ну, у Моисея не было дара, ой, у Аарона не было дара лидерства. Он был душепопечитель. Он был священник. Но лидером Бог его не поставил. А он говорит, ну, ребята, раз вы просите, ну, раз вы так сильно хотите, то я уже займу это место. Я же не могу вам сказать нет. Вы же такие все милые, такие хорошие и так далее. И вот мы его поставили этим. И вместо того, чтобы действительно быть лидером народа, они сделали и допоклонство, и начали и допоклоняться. Вместо того, чтобы руководить, они просто манипулировали этим человеком. Приходит настоящий лидер, разбивает скрижали, наводит порядок. В чем здесь проблема, друзья? Когда мы говорим о метаморфозе нашего ума, мы должны понять, как я вам сказал, что мы имеем, а что мы не имеем. А Аарону нужно было конкретно сказать, дорогие, я не лидер. Я не буду этого делать. Но когда он сказал, ну, хорошо, ну, ради вас, ну, как я могу вам отказать, дорогие? И вот здесь очень важно, чтобы вы с самого начала научились искать правильное место в Царстве Божьем. Чтобы вы правильный квадрат ставили, правильный квадрат. Правильный треугольник стали, правильный треугольник. Очень многие люди приходят и говорят мне, я тружусь, я делаю, я что-то постоянно делаю, но я усталый, у меня нет никакого успеха и так далее. И другие такие хорошие братья, сестры дают ему совет. Знаешь что? Ты, наверное, слишком мало молился. Ты, наверное, слишком мало постился. Тебе надо еще больше, еще больше времени от семьи оторвать. Еще больше времени там и там, еще больше и так далее. Больше не надо. Найди свое место, и Бог будет давать свое помазание. Аминь, братья и сестры. Найдите ваше место. Метаморфоза ума. Это значит, когда мы понимаем, что мы имеем, а что мы не имеем. Когда мы не думаем слишком много и не зазнаемся о себе гиперфронео. А когда мы имеем здравое отношение по отношению к нашим дарам и талантам. Это метаморфоза ума номер три. Поэтому наша конференция или ваша конференция, ну, скажем, и наша, я специально один день выбрал, чтобы прилететь сюда, поговорить с вами об этой теме, называется преобразиться, перемениться, сделать метаморфозу нашего ума. Три принципа, которые мы с вами посмотрели, которые записаны в послании к римлянам. Метаморфоза ума – это первая жертва живая, постоянное посвящение нашей жизни Господу. Метаморфоза ума номер два – это отношение к миру, постоянное освящение каждого члена нашей жизни. И третья метаморфоза ума – это дары Духа Святого. Постоянное служение правильными дарами, в правильном месте. А Бог нас благословит. Молимся Богу. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, наш Отец Небесный, за этот день, за этот семинар. Братья и сестры, мы прослушали три семинара. Может быть, кого-то вдохновила жизнь апостола Павла, может быть, кого-то что-то один из семинаров где-то задел. И сейчас братья предоставляют такую возможность. Может, у кого-то есть желание где-то примириться с Богом. А может, у кого-то мир с Богом, все у него нормально. Но он чувствует, нужно где-то сделать радикальную метаморфозу своего ума. Он уже борется сам и понимает, что он сдается в этом. Мы сегодня предоставляем такую возможность вместе помолиться. Сейчас будет музыка, как я понял, да, уже музыкант что-то лобает там. Короче, сейчас мы видим, да, что они уже приготовились. А если у кого-то Бог положил на сердце, не боритесь сами. Мы вместе. Мы специально приехали сюда, тысячи человек, чтобы поддержать друг друга в этой борьбе. Молимся Богу. Аллилуйя. Слава тебе, наш Бог. Благодарим тебя за всех моих братьев и сестер, которые пришли сюда. За это служение, за милость и благодать твою. Аллилуйя. Хвала тебе, наш Бог. Аллилуйя. Мы благодарим тебя, благодарим тебя, что ты изменил нашу жизнь. Слава тебе, Аллилуйя. Слава тебе, наш Бог. Хвала тебе, Аллилуйя. Поем, молимся. Если кому-то нужна поддержка в молитве, пожалуйста, не ждите до завтра. Не ждите, когда приедет домой. Аллилуйя. Слава тебе, я ждал зимы и весны. Я годы считал ночью и днем за порог выбегал. Я ждал. Благодарим тебя, пожалуйста, выходите. Поближе выходите. Мы верим, что этот день сегодня действительно Бог говорил к вам. Я вечер, с льдом, 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 с льдом. А за стиной, без просветной души конь. Не просто те, чтобы на людей показаться. Но чтобы действительно это обновление сегодня произошло. Сегодня этот вечер, это и твой вечер. Аллилуйя. Друзья, если вы знаете, что это вы, что ваш друг, молимся там на месте. Мы хотим ехать домой иначе. Мы хотим ехать домой обновлены. Мы хотим, чтобы в наших домах, в наших семьях не плакали наши батьки. Мы хотим, чтобы в наших церквах изменилась атмосфера. Чтобы действительно сказали, что мы, дети, которые отображаем Иисуса Христа. Аллилуйя. Иисус спасения. Открытая дверь, входи человек и живи без потерь. А если у вас есть желание, вы можете даже сюда выходить на платформу. Власне, хорошо. Открытая дверь. Открытая дверь. Открытая дверь, входи человек и живи без потерь. Открытая дверь. Открытая дверь, входи человек и живи без потерь. Открытая дверь, входи человек и живи без потерь. Открытая дверь, входи человек и живи без потерь. все разом молиться Аллилуйя Господь дякую Тоби за цей вечер благодаті Твоей Аллилуйя дякуймо Тоби Господь дякуймо Тоби дякуймо Тоби дякую Тоби, что сегодня в этот вечер прославляется кровь Иисуса Христа яка зараз убивает Аллилуйя яка зараз преображает Аллилуйя слава Тоби Господь Аллилуйя дякуймо Тоби дякуймо Тоби, что в этот вечер сбудется писание что святыня еще свящается Аллилуйя дякую Тоби, лишь добры Господь Аллилуйя дякуймо Тоби, лишь добры Божи Аллилуйя Аллилуйя Отец Лебесли ми всі разом молимся сейчас за наших друзей которые хотят, чтобы их поддержали в молитве Господь нет ничего лучше, как гласить сегодня образ Твоей лесной земли нет ничего лучше, когда сегодня мать обновленный розов нет ничего лучше, как быть жертвой живой Аллилуйя 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 И поэтому Господь за наших друзей мы сегодня молимся мы их благословляемо и нехай они приедут же до своих домов они засмешают, что они пережили те, что мы тут, Господь, стильки часу говорим переображение Аллилуйя слава Тоби дякум Тоби за все наш Господь и мы просили за наших друзей это все во имя Иисуса Христа Отец, Син и Дух Святый Аминь Останьте, пожалуйста и так стійте на ваших местах тут друзья, если вы увидели, что это вы, что ваш друг подойди сегодня и просто его обнимай я вас очень прошу разверниться, пожалуйста разверниться если вы увидели, что вы, что ваш друг поверьте мы все, весь цей малин фест мы мали только для того чтобы вы ехали додому не с пустыми руками мы слышали мы слышали что когда сказали что мое тодо я верю что сегодня мы действительно мы должны что вести в наши домы мы можем сегодня этот обновленный разум Аллилуйя мы можем что нести этот образ Иисуса Христа Аллилуйя мы сейчас попросим брата, который имеет записки особенно с нуждами церква Бог есть добрый Бог есть тот, который сказал просить и будет вам дано я не раз когда прошу я говорю Господи не я научился просить ты меня научил просить и поэтому мы зараз будем мать молитву за наши нужды иногда молитвенные просьбы в лагере пытаются сделать как доску объявлений одна там было такое объявление передайте что парни из Бердычева и со Львова вы вы классные там крутые говорит прочитайте это но мы не будем делать такую доску объявлений потому что ну тут слезы тут крик и не сделаем типа там Галя возле дуба 24.00 там объявите это мы будем молиться тут и раковые больные и ситуация с родителями и некоторые уже благодарят что на утренней молитве когда заявляли нужду служения Бог ответил Бог слышит Бог отвечает и невозможно это все прочитать и я думаю во всем мире какая стопка постоянных вот этих вот криков просьбы и упования на Бога я ну я коротко одну такую ситуацию это поднимает знаете нашу веру в том что Бог отвечает знаю конкретно этих людей конкретная ситуация служение может быть похожее на сегодняшнее и одна сестра это семейная пара они очень долго ждали детей у них не было больше 10 лет там может 15 17 и идет служение она зашла в туалетную комнату и смотрит на себя в зеркало и смотрит что у нее уже морщины появились и сказала такие слова в какой-то горечи может быть неправильно но Бог на нее не обиделся она смотря в зеркало сказала Господи я уже старая я уже старею может быть ты глухой и меня не слышишь потом привела себя в порядок и выходит на служение и становится молится со всеми и Бог побудил моего друга пастора он подходит и говорит служение останавливает позволь мне сказать я хочу чтобы это все слышали Бог говорит к тебе я не глухой я слышу никто не знал этого она как разрыдалась просто это был только личный диалог и через год у него был ребенок слава Иисусу Христу поэтому Бог слышит тебя Бог уже прочитал эти нужды и сейчас мы помолимся во имя Иисуса дорогие друзья вы пригодите когда тут была одна из пар за которую мы молились потому что деревина была упала и когда мы сегодня дякуем Богу за ответ то мы даже какая-то слеза прошибает сейчас у нас в пункте есть одна сестра я звать Олександра очень сильно тиск пав я хотел бы чтобы мы сегодня поддержали в молитве нехай Бог нехай Бог являет милість нехай исцелить послушайте имя Олександра давайте задаем царь в молитве Бог сильный мы хотим молитву Господь, это судьба, это, Господь, каждая личность, которая нуждается, и мы не говорим, есть большие, есть маленькие, есть важные, неважные, Господи, слово Твое говорит, кто касается Вас или что касается, касается зеницы моего ока, Ты любишь всех, мы верим, что Ты не пройдешь мимо, что Ты не опаздываешь, и Ты, кого нужно исцелить, исцеляешь, кому нужно устроить, Господь, Ты устроишь по воле Твоей, и мы просим Тебя, благослови наше упование на Тебя, Ты Бог живой всемогущий, и действительно мы все можем в укрепляющем меня Иисусе Христе, и мы не желаем говорить много о проблемах, но мы говорим проблемам нашим, что у нас есть Бог живой, восстанавливающий, исцеляющий, Он иммануи, Он с нами, и мы благодарим Тебя за то, что и эта молитва молодых людей этим вечером, она услышана, да будет имя Твое прославлено, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дух Святой Дух любви огня Зажигай меня Ты мой Бог Я так жажду Больше знать Тебя Пусть узнает мир Бог живой Ты косись Ты косись И освети меня Все, что есть во мне Обнови Проведи Проведи Присутствие Твое Знаю только Ты Нужен мне Жажду Тебя Я Иисус Жажду воды Я Живой Жду лишь Тебя Я Иисус Иисус Только Ты Нужен мне Иисус Только Ты Нужен мне Проведи 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 Иисус Иисус Тебя Я Иисус Жажду Я Маный Я Живой Жду лишь Тебя Я Иисус Только ты нужен мне. Жду тебя я, Иисус, Жду воды я, живой, Жду лишь тебя я, Иисус, Только ты нужен мне. Дали свой дождь, Наполни все с тобой, Ты нужен мне. Духом память, И живет твой дух, Ты нужен мне. Духом память, И живет твой дух, Ты нужен мне. Жду тебя я, Иисус, Жду тебя я, Иисус, Жду воды я, живой, Жду лишь тебя я, Иисус, Только ты нужен мне. Жду тебя я, Иисус, Жду тебя я, Иисус, Жду тебя я, Иисус, Жду тебя я, Иисус, Мой Бог хранит меня от зла, Творит великие дела. В нем нет ни тень, В нем я всегда благословен. Мой Бог хранит меня от зла Парит великие дела В нём снег, ветер и перемен В нём я всегда благословен Я тот, кого ты простил Я тот, кого ты простил Я тот, кого усилил Я тот, кого усилил Я тот, кого ты освободил От руки врага Я тот, кого ты простил Я тот, кого усилил Я тот, кого усилил Я тот, кого ты освободил От руки врага Мой Бог хранит меня от зла Парит великие дела В днём нет ни тень, ни перемен, В днём я всегда благословен. Твой Бог нанит меня от зла, Парит великие дела. В днём нет ни тень, ни перемен, В днём я всегда благословен. Я тот, кого ты простил, Я тот, кого ты простил, Я тот, кого ты освободил от руки врага. Я тот, кого ты простил, Я тот, кого ты освободил от руки врага. Твой Бог нанит меня от зла, Парит великие дела. В днём нет ни тень, ни перемен, В днём я всегда благословен. Твой Бог нанит меня от зла, Парит великие дела. Я тут кого ты простил, я тут кого ты оселил, я тут кого ты освободил от других врагов. Я тут кого ты простил, я тут кого ты оселил, я тут кого ты освободил от других врагов. Продолжение следует...